Кому коттедж, а у кого и своего угла нет. 20-летняя сирота замерзает в расселенном бараке. Арине Кирсановой после выхода из детского дома в законной квартире отказали. Теперь она буквально выживает в аварийном доме. Здание нежилое, но соседи у девушки все-таки есть. Это бродяги. Защищаться от них помогает бойцовский пес. Все это увидела Ольга Маховская. Аварийный барак на площади сибиряков-гвардейцев. Последние жители уехали отсюда несколько месяцев назад. Получили новые квартиры по программе расселения ветхого жилья. Вот уж точно не в сказке сказать, не пером описать. Дом без окон, без дверей. Но полна горниц и гостей этот дом уже давно облюбовали самые разные маргиналы. Кто-то прячется в пустых комнатах, кто посмелее, без стеснения выносит вещи, что остались от прежних жильцов. Здравствуйте, это Калина. Очень страшно, безумно страшно. Утром просыпаюсь и благодарю, что проснулась вообще. 20-летняя Арина Кирсанова. Единственная, кто до сих пор живет здесь по прописке. О сироте власти, похоже, забыли. И переселять ее не торопятся. Вот здесь у меня живет собака. Здесь я хранила вещи. Сплю я на полу. Как бы на постелю, одеяло, кровь. Холодно, очень холодно. Сплю в халате очень теплом. Ну и Шархан греет, и собака со мной спит. Шархана девушка берет с собой даже в туалет. Перебежками на второй этаж. Иначе страшно. Кто такая? То есть мужчина на меня с топором идет вот такой. Что я ему сделаю? Да ничего я ему не сделаю. Вызвала полицию, то есть объяснила. И вот они приехали только через три часа. С пяти лет Арина жила в детских домах, потом в приемной семье. Все, что осталось от родной матери, это комната в бараке. Документы на расселение собрала еще в начале осени. Отнесла в районную администрацию. До мэрии по какой-то причине бумаги не дошли. Собрала повторно. Но результата нет до сих пор. Вместо службы сопровождения, которая должна следить за тем, как живут выпускники детских домов, в гости к арене пришла педагог из колледжа. Ужаснулась и тоже пошла по чиновникам. А ей сейчас что делать? Мы не знаем. Я говорю, ну а кто знает? Ну вот кто знает? Вы расстеляете дом. Вы должны. Я говорю, ладно, мы об этом узнали, как говорится, сегодня. И я говорю, я через неделю уже буду знать все. Я говорю, вы этим занимаетесь два года, и вы не знаете. Я говорю, так же не должно быть. Ну не должно. Прокуратура, детский омбудсмен, письма в мэрию. Везде ответ. Срок рассмотрения месяц. Но это тот случай, говорят педагоги, когда ожидание смерти подобно. Преподаватели колледжа пытаются найти девушке хоть какой-то угол, лишь бы не оставлять ее в этом доме. Ольга Маховская, Константин Стремоусов. Новости. Новосибирск. Чиновники сегодня не смогли прокомментировать эту скандальную ситуацию. Впрочем, мы ждем ответа и будем следить за судьбой девушки.